Начинаем! Так, давайте поговорим про Safe Navigation Operator. Кто знает, что это такое? Версия Ruby? О, отлично! Все прочитали про Ruby 2.3, который, собственно, вышел, наверное, полгода назад. И на самом деле, почему хочется поговорить про Ruby Safe Navigation Operator? Наверное, потому что Ruby — это OOP язык и вызов методов у объекта. Ну, это такая очень базовая вещь, которая изменилась. Собственно, вторая причина, почему я хотел поговорить об этом операторе, наверное, потому что это логотип Рамблера. Ну, настолько поскольку Рамблер — большая медиакомпания, тут много проектов, многие из них на Ruby, давайте вернемся к нашему Safe Navigation Operator. На самом деле, во многих языках есть так называемый Elvis Operator. Ну, это некоторая замена тернарному оператору, и в Ruby его не было. Поэтому мы использовали вот такие конструкции. Наверное, многие видели в каком-нибудь Legacy коде, но те, кто пишет на Ruby, но при этом с рельсами, да, они знают, что есть трай. И, в принципе, многим было непонятно, зачем нам вот этот нужен новый оператор, если у нас есть рельсы, есть трай, и все как бы здорово. Ну, кроме тех случаев, конечно, когда мы пишем просто на Ruby без использования каких-то больших фреймворков. В принципе, эта конструкция может быть использована еще и так, но что, в принципе, не сильно улучшает читаемость кода, вы могли бы заметить. Вот, поэтому давайте поговорим, как использовать. Вообще, в принципе, тема достаточно простая. У нас есть некоторая переменная, допустим, она называется Rambler. Мы вызываем у нее метод ко, получаем exception. Если мы вызываем Rambler and ко, соответственно, мы получаем nil. Спасибо. В каких случаях мы получаем вообще, в принципе, nil? У нас есть неконсистентные возвращаемые значения. Ruby язык, он не типизирован. И, соответственно, в любом случае мы можем вернуть то, что мы хотим. Если мы в каких-то случаях возвращаем случайно nil вместо строки, массива, хэша, то, соответственно, нам надо проверять. Также у нас бывают такие ситуации, когда мы, например, используем переменную, которая должна быть интеджером. Она должна быть интеджером, и мы абсолютно уверены о том, что у нас есть интеджер. Но мы не провалидировали наши данные и получили строку. Соответственно, мы получаем undefined метод. Тут достаточно очевидно. Соответственно, метод try, когда мы его используем, он вернет нам nil. В этом есть большое отличие между try и safe navigation оператором. Только лишь потому, что он работает так же, как метод try с beng в ActiveSupport. Если вы не знали о том, что вместо try надо писать try-bank, ну, узнайте это. Потому что это удобно. Соответственно, safe navigation оператор работает точно так же. Давайте поговорим про связанность кода. Вы, наверное, помните слайд номер 3, где у нас было много add. Вот, в принципе, мы можем заменить эту конструкцию вот на такую. Чем она хороша? Ну, в общем-то, на самом деле, ничем, кроме того, что она позволяет делать чейнинг. Потому что, имея вот такую конструкцию, вы на самом деле прибиваете свою, допустим, рельсовую вьюшку к модели. За рефактор или метод перепишите вьюшке. Ну, это плохая ситуация, и от нее надо избавляться. Собственно, как там избегать проверок на нил? Вообще, в принципе, давайте возвращать дефолтные значения. Ну, давайте просто побеспокоимся о том, что у нас есть какие-то пользователи, которые, наши коллеги, которые будут писать вьюшки. В худшем случае это будет фронт-энд разработчик. Вот, и, соответственно, у него… Простите. Соответственно, давайте возвращать просто дефолтные значения. Как бы, есть небольшое продолжение дефолтных значений. Это null-объекты. Если у вас есть автор, и этого автора, например, у статьи нет, то он на самом деле есть. Просто он анонимный. Вот эту легкую простую концепцию надо держать в голове всегда. И, соответственно, вот эта вот проблема с тем, что вам надо проверять на нил, она тогда сама уйдет. Ну, как мы знаем, что в Ruby на все случаи жизни есть гемы. Есть гем науте, который работает следующим образом. Он позволяет вам очень быстро создать некий null-объект, который будет при том имитировать интерфейс. Достаточно удобно и очень рекомендую этот гем использовать. И последний подход – это делегирование. Все мы знаем, что у нас есть метод delegate. Что он делает? Вы можете делегировать какой-нибудь метод другому объекту, при том оказать, что у него есть префикс при помощи ключа prefix true. И он будет возвращать, ну, как мы здесь видим, тут есть два метода HR email и HR phone. И он будет возвращать нужные значения при помощи заправленного метода. Это на самом деле удобно, потому что в дальнейшем, если вы интерфейсы свои поменяете, вам надо будет просто перезагрузить эти методы, и чейнинга никакого не будет. Выводы. Ну, выводы здесь достаточно простые. Уменьшаем звездность кода и возвращаем данные одного типа. Всем спасибо. Спасибо, Стас. Спасибо. Спасибо.